МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. И сегодня в выпуске. Добро пожаловать и приятного аппетита! Глава Чуваши проинспектировал столичные кафе. Есть ли жизнь без машин? Работники отрасли машиностроения отмечают профессиональный праздник. В гуще событий волонтеры форума России и спортивная держава в предвкушении мирового события. Глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился сегодня с представителями руководства Русгидро. Речь шла о совместной работе, о сотрудничестве в области поставок оборудования и, разумеется, о подъеме уровня водохранилища до 68 метров. Напомним, проект, предусматривающий повышение уровня воды до 68 метров, был представлен на государственную экологическую экспертизу в конце 2012 года. Заключение гласило, проект не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Однако решение этих проблем лежит в компетенции федеральных структур. Вопрос особого порядка прохождения экспертизы, который мы ставили в свое время, сегодня практически снят. Потому что наша позиция о том, что такого рода проекты в рамках действующей нормативной базы не могут пройти экспертизу, сегодня подтвердена уже и фаевами. Поэтому мы в настоящее время, с одной стороны, занимаемся доработкой проекта с учетом тех замечаний, которые были получены от экологической экспертизы, а другой стороны, совместно с федеральными органами исполнительной власти, работаем над внесением дополнений и изменений в нормативную базу, которые должны позволить разрабатывать и реализовывать крупные сложные комплексные инфраструктурные проекты. Думаю, что в течение этого года эта работа в основном будет завершена. В теме образования в республике уделяется особое внимание. С каждым годом увеличивается количество дошкольных образовательных учреждений. Заработные платы педагогов и воспитателей растут. Особое значение для подрастающего поколения имеет творческое развитие. 128 учреждений дополнительного образования действуют сегодня по всей республике. На заседании Координационного совета при главе Чувашии говорили о разностороннем развитии школьников. Отправить ребенка в музыкальную школу теперь можно без лишних затрат. Обучение во всех муниципальных школах искусств стало бесплатным. В популярности среди подрастающего поколения пользуются творческие объединения по вокальному, театральному, хореографическому искусству и народному творчеству, которое с недавних пор особенно востребовано среди молодежи. Больше всего творчески одаренных детей по наблюдению Министерства культуры Чувашии в Валиковском, Батаревском, Бурнарском и Канарском районах. В целях непрерывного сопровождения одаренных детей, раннего выявления их одаренности, а также мониторинга эффективности работы образовательных учреждений по появлению и развитию талантливых детей ведется работа по наполнению единой информационной базы данных талантливых детей. Сегодня в эту базу включено около 50 человек. Ежегодно самым талантливым учащимся республиканских школ искусств выплачиваются денежные стипендии. Для стимулирования творческой активности ребят созданы имена и стипендии главы Чувашской республики в размере 28 тысяч рублей. Сегодня ее получают пять одаренных детей. Буквально два года назад в столице Чувашия не хватало школ искусств. Сегодня ситуация сильно изменилась. Построены новые школы, отремонтированы старые. В этом году мы школу Максимова отремонтировали. Здесь и концертный зал, купили фортепиано там современное. Ну и другие школы, музыкальные школы на дополнительное образование в городе уделяют внимание. Если раньше дети не заканчивали музыкальные учреждения в силу разных, в том числе и финансовых причин, то на сегодняшний день практически все воспитанники музыкальных школ заканчивают 7 классов. Потерпим глава города Чебоксары. Проблема с музыкальным и художественным образованием пока существует в северо-западном районе. В этой части город стремительно застраивается, образуются новые микрорайоны. А школ искусств поблизости нет. Эта проблема легко решаема, нужно только время. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Сегодня отмечают профессиональный праздник работники отрасли машиностроения. В Чувашии она представлена такими предприятиями, как концерн, тракторные заводы, текстильмаш, агрегатный завод, изва и многими другими. За 8 месяцев этого года индекс промышленного производства вырос по сравнению с прошлым и составил 105,5%. Объем отгруженной продукции собственного производства подобрался к 100 миллиардам рублей. На большинстве предприятий реализуются крупные инвестиционные проекты, продолжается модернизация, расширяются производственные площади. Проводится грамотная кадровая политика. Созданы центры технологической подготовки высококвалифицированных рабочих, которые тесно связаны с реальным производством. Создание центра сертификации, стандартизации испытаний Чувашской Республики, а в перспективе центра сертификации федерального значения, позволит промышленным предприятиям снизить расходы на испытания и сократить сроки испытаний и оборудования, что даст дополнительный импульс для их развития. Глава Республики Михаил Игнатьев наградил отличившихся машиностроителей государственными наградами. Ожидается, что на Международный спортивный форум России «Спортивная держава» приедут более 4 тысяч человек. Готов ли Чубаксарский общепит к приему гостей? Глава Чувашей решил выяснить лично. В рейд по столичным кафе отправилась и наша съемочная группа. Дизайн помещений, цветы на окнах, столовое белье, улыбка официанта – все это может усилить аппетит, а может его и отбить. Чтобы гости форума остались довольны, необходимо обеспечить им обслуживание высокого уровня. Собственно, стараться надо всегда и для всех посетителей, независимо от их общественного и географического статуса. Но к иностранцам внимание особое. Понятно, что приезжая в Национальную республику, любой человек захочет попробовать этническую кухню. Надо предоставить ему такую возможность, а заодно и информацию, где, как и из чего все приготовлено, заметил глава Чуваши. Несколько кафе, в которых побывала проверка, предметную подготовку уже начали. Во всяком случае, блюда национальной кухни в меню будут. Блюд, значит, будет у нас салатов более 30. Вторых блюд более 30. Первых блюд – 4 блюда конкретных. Будут кисели, морсы, чай, кофе традиционно. Будут блины русские, блинчики с медом, с вареньем, с гущёнкой. Это традиционные русские чувашские блюда. Для организации больших приемов специально набрали помощников. Сейчас волонтеров обучают этикету некоторым профессиональным премудростям и хорошим манерам. Мы обучаемся тут сервировке стола, как ставить салфетки, как должны ставить столы, стулья, с какой стороны подходить к посетителям, как разговаривать, как себя вести, как всё держаться. Вот это мы всему нас обучают очень хорошо. У нас проходит пара, мы всему этому обучаемся каждый день, почти можно сказать. Глава республики напомнил, одно из конкурентных преимуществ наших товаропроизводителей – использование экологически чистых продуктов и натурального сырья. И они такой возможностью не пренебрегают. Представлено очень много в широком ассортименте своей сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки. Она экологически чистая, подходит к здоровым питаниям. Это я ответственно могу говорить. И ряд других магазинов шаговой доступности. Наши хлебзаводы магазины свои имеют, наши производители имеют. Это здорово. Глава республики высказала ряд замечаний, которые необходимо устранить как можно быстрее. Однако в целом заметно, что Чебоксарский общепит действительно готовится к спортивному празднику. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика. До начала Международного форума России «Спортивная держава» остается не так много времени. Работы по подготовке для всех достаточно. В том числе и для волонтеров. Ведь в том числе и от них зависит то, как пройдет форум. В ЧГУ имени Ульянова 90 студентов прошли отбор, чтобы стать волонтерами. Студенты отделения журналистики прошли строгий отбор в особую волонтерскую группу. Им предстоит помогать взрослым коллегам из федеральных средств массовой информации. В течение месяца они активно проходят обучение на специальных тренингах Центра молодежных инициатив. Для меня это нечто новое. Я бы очень хотела получить массу эмоций, научиться многому и, конечно же, научить этому и своих одногруппников. Я являюсь студентом отделения журналистики и буду работать волонтером в качестве волонтера по работе со СМИ. Для меня это огромный опыт. Я хочу, конечно же, обвести новые знакомства, научиться работать именно в таком режиме, который будет царить на форуме. Это всероссийское мероприятие. Я думаю, оно пройдет достойно на базе нашей республики. И мы, волонтеры, сделаем все возможное, чтобы обеспечить нужные условия для этого. На учебных занятиях они работают с картой города, изучают места проведения мероприятий, а также разбирают различные проблемные ситуации, ищут способы их решения. Будущим журналистам опыт работать с федеральными журналистами, безусловно, пойдет на пользу. Скорее всего, приедут журналисты Первого канала, телеканала «Россия-2», «Россия-24». Это аксакалы своего дела, маститые журналисты. И мы будем им помогать. Наверное, звучит это немножко смешно, но все же мы будем больше здесь учиться и обеспечивать необходимые условия для их работы. Безопасность на дорогах в первую очередь зависит от того, насколько хорошо участники движения знают и применяют правила во время езды. Во-вторых, от того, насколько непредвзято ответственные структуры могут оценить знания будущих водителей. В городе АлатРа чиновник в своем служебном кабинете получил взятку в размере 3000 рублей от местного жителя. Гражданин не сдал теоретический экзамен по безопасной эксплуатации самоходных машин и правилам дорожного движения. Но за кругленькую сумму чиновник внес в официальный протокол сведения об успешной сдаче экзамена и праве на получение удостоверения тракториста-машиниста. Оттвержденный был уволен с указанной должности через несколько дней после возбуждения в отношении него уголовного дела. Приговором АлатРского районного суда бывший начальник Государственной инспекции АлатРского района Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской республики признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, ему назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Национальная библиотека Чувашской республики пополнилась новыми изданиями Александра Чила. Членом Союза писателей Чуваши и победителя Всероссийского конкурса самодеятельных поэтов. Александр инварит по зрению, но это нисколько не мешает ему творить и издавать свои книги. Сегодня он презентовал два новых сборника. Жил-был слепой, в его глазах зиял кошмар ночной. Вначале часто снилось в снах прозрение, свет дневной. Пытался складно говорить, при этом рифмовать. Желание укрепляя жить, чтоб выжив рассказать. Готов рассказывать он был все сутки напролет. Такая любовь к поэзии у Александра проснулась в годах двухтысячных. Он записывал радиоэфиры с Евгением Евтушенко и пытался подражать манере его чтения. После решил разучивать по одному стихотворению каждого поэта. А через некоторое время обнаружил, что знает наизусть около 900 стихов. Но этого было мало, и Александр начал писать сам. Гелаю успехов и новых-новых книг. Новых книг. Большое спасибо. Это ведь удивительно, друзья. Удивительно. Человек, ну, сам не видится, и несмотря на это, творит, работает, работает, пишет. Поэзия Александра Чилы стала его жизненным тонусом, постоянным увлечением. На творческой презентации были представлены два сборника, выпущенных летом этого года. «Я вызов» и «С любовью от счастливого деда». Они подчеркивают многогранный характер писателя. В первую очередь, наверное, «С любовью от счастливого деда». Он же безумно любит внучку. Это все для него, это все в жизни. Никого больше. Там дочка, дочка уже взрослая, и как-то все. Внучка для него, это все в жизни. И вот он хочет, может, что у него не существовало, не осуществилось, а осуществить хочет. Может быть, даже больше что-то хочет для нее. Он пытается это говорить, а понимает она или нет, я думаю, что она понимает. Ну, время покажет. А другая книга «Я вызов» – это, наверное, его боль, его вот такое отношение, что в жизни происходит, что с ним происходит. Он ведь очень сложный человек, тем более в таком состоянии. Несмотря на некоторые трудности в жизни автора, он всегда стремится покорять новые вершины. У него уже есть свое спортивное достижение – 288 отжимания от пола. Сейчас готовится побить рекорд Гиннесса. Читать стихи 10 часов подряд. Все говорит о том, что оптимизм Александра не угасает. Дай мне время, дай мне крылья, разум ясно сохрани. Дай мне, Боже, мало силы, руку Божию протяни. От ошибок, от напастей, ты меня убереги. Меньше горя, больше счастья. Дай всем близким помоги. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Спортсмены Республики с поражением опорно-двигательного аппарата сегодня собрались в Чебокстарском физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Феникс», чтобы отметить его 25-летие. За эти годы из стен клуба вышло немало именитых спортсменов, в их числе чемпионка паралимпийских игр Елена Иванова. Кто занимается в клубе сейчас и, как они отметили юбилейную дату, узнала наша съемочная группа. Ограниченные возможности на таланте никак не отражаются. Танцуют, не слыша звуков, чувствуя лишь вибрацию через пол, поют, не вставая с коляски. Сегодня мы отмечаем юбилей физкультурно-спортивного клуба «Инвалидов Феникс». Он единственный в Чебоксарах, кто занимается непосредственно реабилитацией инвалидов через спорт и спортом высших достижений. Очень позитивный клуб, очень много всего хорошего, именно толчок к тому, к стремлению, чтобы доказать кому-то, что ты что-то можешь, помимо того, что ты просто живешь. Самореализация, самоутверждение самого себя в обществе. Гостей ожидали соревнования в пяти видах спорта. Настольный теннис, дартс, армспорт, шашки и гонки на колясках. И это далеко не все виды, которыми можно профессионально заниматься в стенах «Феникса». Кроме этого, есть бадминтон, пауэрлифтинг и легкая атлетика. Руководители спортклуба и сами спортсмены призывают всех лиц с ограниченными возможностями, независимо от возраста, включить спорт в свою жизнь. Благодаря реализующимся сейчас федеральным программам он становится еще более доступным. По федеральной программе «Доступная среда» были выделены средства из федерального бюджета и из городского бюджета. И на эти средства было закуплено оборудование, столы для настольного тенниса, тренажеры, оборудование для пауэрлифтинга и много различного инвентаря, костюма и спортивная обувь. Сейчас в «Фениксе» занимаются более 40 спортсменов. Причем они достойно представляют «Чувашию» на различных соревнованиях. «Уже 4 года занимаются профессионально бадминтоном, каждую неделю на тренировке, выезжаем на соревнования, на чемпионат Европы, чемпионат мира». Сейчас основная цель спортклуба «Феникс» – привлечь как можно большее количество инвалидов в спорт и доказать, что он действительно может изменить жизнь только в лучшую сторону. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. Две золотые и две серебряные медали привезли чувашские спортсмены из Анапы, где завершились седьмые всероссийские юношеские игры боевых искусств. За награды боролись более 4 тысяч спортсменов из разных регионов страны. Каратэ, Киокусинкайт, Хэквандо, Ушу и тайский бокс – для спортивных команд это не просто виды единоборств, а система навыков, которая тренирует тело и дух. На соревнованиях в Анапе Чувашскую республику представляла команда каратистов под руководством тренера Виталия Ефремова. Особенно отличился ученик 8 класса Чебоксарской школы номер 40 – Данила Германов. Он завоевал золото в дисциплине двоеборья. На этой неделе глава администрации города Чебоксара Алексей Ладоков вместе со своей командой прошел пробное тестирование норм ГТО. По словам Алексея Олеговича, это спортивное испытание. Необходимо пройти каждому, чтобы самому себе ответить на вопрос – готов ли ты к труду и обороне? Команда администрации столицы готова. В субботу, 27 сентября, в 10 утра на трех открытых площадках города Чебоксара состоится фестиваль сдачи норм ГТО. В церемонии торжественного открытия примут участие глава республики Михаил Игнатьев глава города Чебоксара Леонид Черкесов, представители Минспорта России и Чувашии, команды 150 предприятий столицы республики. Для каждой возрастной категории у мужчин и женщин свои нормативы комплекса ГТО. В них входят бег на 100 метров, прыжки в длину с места, отжимания. Для старшего поколения наклоны вперед с прямыми ногами на полу, сгибания и разгибания рук от скамьи и стула. Все участники фестиваля, которые сдадут нормативы, получат именные учетные книжки. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова